Всю главу, ну, как-то несколько раз прочитал, пока готовился и увидел, что самая, ну, главную мысль, которая шила пропада везде, подчеркивает, и в начале, и в конце, это то, как важно слушать, слуш раваном. С этого начинается эта глава «Слушай, я тебе расскажу о себе, как йоги меня постигают, послушай внимательно». И действительно, понять Бога, понять, какой Он, как Он, мы не можем просто с помощью своего измышления. Господь Брама, самый умный человек в этой вселенной, поумней всех нас вместе взятых, поумней, он попытался понять Бога своими четырьмя головами и не понял, не понял преданное. И там целое приключение случилось, целое приключение. И в конце концов, после того, как Он не понял, как мальчики-пастушки оказались здесь и там, и кто же этот Кришна, который вдруг превратился в Махавишну, и все эти пастушки в Махавишну. И в конце концов, Он произносит стих знаменитый «Гьяне праяссу дапасся наманта эва», что нужно оставить, нужно оставить все свои попытки мозгом понять Бога. Когда Господь Читания с Раманандараем общались, и Господь Читания хотел узнать, чем надо заниматься, каково высшее предназначение живого существа. И Раманандарай предлагал разные варианты, и до тех пор, пока он не дошел до этого стиха из Шимадбхагавата, Господь Читания был не удовлетворен. Он говорит, да, вот этот стих правильно. Человеку нужно оставить попытки понять Бога своим мозгом, и вместо этого надо и слушать о нем, слушать, слушать. И только тогда человек может, выслушав правильно, кто он такой, может полюбить его, несомненно, он влюбится в него, сто процентов. Мы дойдем еще до этого стиха, 10-7 в Бхагавадгите, где говорит сам Кришна, тот, кто знает меня, не может в меня не влюбиться. Прямо в Бхагавадгите там написано так, 10-7. Ну вот не бывает такого. Если не влюбился, значит не знает. Вот и все. И вот, чтобы влюбиться в Бога, надо слушать о нем, о тех, кто его знает, и тогда человек сможет победить непобедимого, говорит Господь Брахма. Поэтому Кришна начинает эту главу с того, что, слушай, Аржуна, я тебе расскажу, как постепенно понимание Бога у йога увеличивается. Тебе же не надо быть йогом вот таким, сидеть в медитации, ты просто слушай, тебе все расскажу, ты сразу поймешь и достигнешь того же успеха, просто благодаря слушанию. Субтитры создавал DimaTorzok